События начала 90-х изменили одну шестую часть суши до неузнаваемости, говорят бывшие главы Белоруссии и Украины. Огромная империя, построенная на коммунистических идеях, рухнула словно карточный домик. Попытки Горбачева из Советского Союза образовать СНГ обернулись крахом для всей системы. Гласности демократия так расшитали основу Союза, что Беловежские соглашения стали последним ударом. Но, как теперь утверждают участники встречи, спасительным. Мы предотвратили, предотвратили, в общем-то, гражданскую войну на территории бывшего Советского Союза. Потому что у всех республик, у многих были претензии друг к другу. Кое-где-то уже война полыхана, Азербайджан, Армения, так? Но были в других местах спорные вопросы. Вы сказали, развивайтесь как хотите. И к нам присоединились все республики. Кровь пролилась и в нашей стране. Почти за год до подписания Беловежских соглашений, Вильнюс потрясли события 13 января. В ту роковую ночь при штурме телевизионной башни жизни лишились 15 человек, а сотни получили ранения. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что последствия могли быть еще более ужасными. Если бы не было Беловежских соглашений, вот представить себе такую ситуацию, мир бы, наверное, обрушился под тяжестью прежде всего ядерного оружия. Он обрушился бы под тяжестью той политики, которую проводил Советский Союз, как империя. Участники встречи напомнили также, что Беловежскими соглашениями было учреждено Содружество Независимых Государств, куда вошли все бывшие страны СССР, кроме Балтийских стран и Грузии. В Конституции нашей страны сразу же появился запрет на вступление в любые посткоммунистические блоки. Вместо этого был взят курс на интеграцию в Евросоюз и НАТО. Сергей Шалкин, Александр Кочегаров, Первый Балтийский канал.